Известный самолет Як-18А теперь будет храниться в Музее военно-воздушных сил в Монино. Эта раритетная модель была доставлена максимально аккуратно и бережно из города Воскресенск. Именно там летающий аппарат хранил его хозяин Олег Колесников. Мужчина около 20 лет самостоятельно собирал самолет. В музее он станет единственным экземпляром, имеющим государственное свидетельство о летной годности, а значит, способным подняться в небо. Як-18 «Советский учебно-тренировочный самолет» стал родоначальником обширного семейства самолетов, включая четырехместный Як-18Т. Первый опытный Як-18А был получен путем переоборудования серийного Як-18У, построенного в феврале 1956 года. Самолет был рекомендован в серийное производство в первую очередь для оснащения летных школ. Испытания показали, что Як-18А обладает более высокими летными данными, нежели его предшественник. К ним относятся улучшенные взлетно-посадочные свойства, более высокие скороподъемности, максимальная горизонтальная скорость, способность выполнять комплекс вертикальных фигур, таких как переворот, петлю Нестерова и полупетлю без потери высоты. Все это позволяло сократить время на отработку полетных заданий курсантов и расширяло возможности Як-18А как учебного самолета. Именно он помог освоиться в небе огромному количеству пилотов. На схожей модели некогда летал сам Юрий Гагарин, первый человек, покоривший космос. Очень многие летчики, космонавты того времени начинали с вот этого самолета, то есть с самолета Як-18. Это, конечно, не та модель была, это первоначальная была, Як-18, Як-18У. Но по отзывам отряда космонавтов, многие из них связывают свои первые впечатления о полете именно с самолетом вот такого типа. Як-18А – это дальнейшее развитие тех самолетов. У экземпляра Як-18А, который теперь будет находиться в музее ВВС, довольно интересная история. После того, как авиамашину собрал владелец Олег Колесников, ее помогли привезти в надлежащее летное состояние профессиональные авиаремонтники. Мониный экспонат доставили благодаря совместным усилиям сотрудников музея, волонтеров и командования аэродрома Чкаловский. По планам дальнейшего использования он будет размещен в экспозиции учебных спортивных самолетов, которые планируется создать в музее. У нас имеется около двух десятков самолетов такого типа, то есть именно учебной и спортивной авиации. Поэтому он будет существенным дополнением этой экспозиции. Самолет Як-18А находится в действительно хорошем техническом состоянии. И чтобы это доказать, его владелец Олег Колесников планирует совершить несколько показательных полетов в дни открытых дверей музея ВВС. Мария Буржинская, Валерия Жиглей, Щелковское телевидение.